Звучил Зози. Если вы хотите получать эксклюзивный контент и иметь ранний доступ к новым роликам, то подписывайтесь на мой канал Бусти. Там вы сможете получить вкусняшки, которые не выйдут на ютубе. Также подписывайтесь на телеграм, группу вконтакте и второй канал Вайфу в голове с озвучками фанфиков по BTS и не только. Канал строго 18+, и для тех, кто любит аудиокнижки. И не забываем оставлять лайк и комментарий, потому что это помогает развитию канала. А когда лайков, мол, и комментариев, мол, мне становится грустно. Поэтому подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки в описании. Нам нравится эта песня, мы хотим услышать больше, и мы не можем дождаться выхода этого альбома. Когда снова наступит эта дата? Mercedes-Benz Interview Lounge. Озвучил Зози. Поприветствуем Чонгука на шоу! Здравствуйте. Мы очень ждали, и вот наконец вы присоединились к нам. Нам очень понравился Seven. Эта песня просто замечательная. Я знаю. Да? Ну а как иначе? Я слышал, как вы говорили, что это отличная летняя песня. Верно? И в ней есть этот зажигательный лайп. Эм, чем ты занимаешься летом, кроме, конечно, многочисленных рабочих поездок и посещения разных шоу. Есть у тебя хобби? Я не дружу с жарой, так что летние забавы меня тоже не особо привлекают. Но я люблю готовить и наслаждаться летними блюдами. Окей. Ты объездил добрую половину мира и сейчас остановился в Нью-Йорке. Что ты думаешь об этом городе? Во-первых, тут очень много хороших ресторанов со вкусной едой. Складывается ощущение, что только и могу говорить о еде, но она в Нью-Йорке правда хороша. Еще, конечно, здесь очень много пробок. И когда я думаю о слове улица, Нью-Йорк — это первое, что приходит на ум. И не поспоришь. Какой артист тебя вдохновляет и... С кем бы ты хотел посотрудничать? Да, на днях у тебя вышла восхитительная коллаборация с Лато. Но есть ли кто-то еще на примете? Это зависит от ситуации. Это все зависит от ситуации. Что касается Лато, то один из продюсеров порекомендовал ее для Севен. Ее голос идеально подходит для этой песни. Вот так она и появилась. У меня нет конкретных исполнителей, которые вдохновляют меня. Но... Но... Я предположу, с кем я буду сотрудничать, будет зависеть от песни. Было бы здорово, если бы у меня появилась возможность сотрудничать с разными артистами. Сначала Лату, потом Лизу. Ладно, давайте признаем, что Лето принадлежит Севен. Ты подарил нам чудесную песню. Ну, что насчет альбома? Возможно ли, что он скоро выйдет? Ну... Возможность есть всегда. Нет! Так не честно. Чонгук, это да или нет? Maybe, baby. Нет. Да ты издеваешься. Будем считать, что это да. Да, именно так. Верно. Ты выступал уже везде, но... Есть ли особенное место, где бы ты хотел дать концерт? Может отправиться в открытый космос? Или что-то типа того? Я хочу выступить на Луне. Но там же никого нет. Можно устроить трансляцию. О, да. Непременно будем ждать с релизом альбома. Так, значит... Севен звучит очень свежо, легко и просто по-летнему. Но что мы можем ожидать в будущем? В музыкальном плане? Или каком-либо другом? В общем... Сейчас все говорят о твоем грядущем альбоме, и я верю, что в скором времени он выйдет. Но что привлекают именно тебя? Может, ты хочешь уйти в кино? Или... Или может, ты хочешь... Создать семью? Кто-нибудь из этого хочешь? Может, создать линию одежды? В общем, каким ты видишь будущее Чунгука? Для меня... Но у меня нет определенной цели на будущее. Я стараюсь фокусироваться на настоящем. Я еще не пробовал себя во многих музыкальных жанрах. Так что... Просто хочу петь, танцевать и выступать на сценах, на которых только возможно. Я не знаю, каким будет мое будущее, но сейчас я займусь тем, что умею лучше всего. Этим я займусь. Гениально. Иди к этому. Но у меня есть... Одна претензия к Севену. Она слишком короткая. Я хочу больше песни. Мы можем как-нибудь это устроить? Как-то продлить ее? Ну... Я мог бы ее сделать длиннее, но поскольку в наши дни длинные песни не так популярны, люди намеренно делают песни короче. Но... Я думаю, это также... зависит от самой песни. Ладно, я прошу слишком многого. Но такой уж я. Спасибо. Очень рады были видеть тебя здесь, в Нью-Йорке, в Штатах и особенно на нашем шоу. Мы правда полюбили песню и с нетерпением ждем твоего сольного альбома. Когда, ты говоришь, он выходит... Ладно. Чунгук, еще раз большое спасибо за визит. Спасибо вам. Повеселись в Нью-Йорке. Да. Большое спасибо. Спасибо, спасибо. Озвучил Зозя. Зозя. Озвучка фанфиков по BTS и не только. Подписывайся и слушай качественную озвучку. А также не забывай подписываться на паблик ВКонтакте. На случай, если Ютуб заблокирует, контент будет публиковаться там. Также не забывайте оставлять лайки, комментарии и подписывайтесь на канал. Озвучка Зозя. Озвучка Зозя.